Всем привет, всем добро пожаловать на мой YouTube канал. Меня зовут Аня Крит, и сегодня у нас с вами будет наша любимая тема «Как похудеть?». Я похудела на 20 килограмм и сидела на всевозможных диетах, я попробовала все системы питания, делала интервальное голодание, и ни один из этих способов не приводил меня к желаемому результату. То есть, когда я худела, это все было временно, потому что мое тело не могло находиться в таком режиме просто всю жизнь. То есть, все эти ограничительные диеты, когда ты слушаешь не свой организм, а ты следуешь прописной чьей-то истине, тебе говорят, вот так ты сможешь похудеть. Это все не работает, и не работает это для всех, поэтому первый шаг для того, чтобы похудеть, это нужно отказаться от диет, нужно перестать следовать чьим-то прописным вот этим диетам, да, то, что вам говорят, окей, надо есть на такое количество калорий, и тогда вы сможете похудеть. Да, вы сможете похудеть, но это будет лишь временный результат, а мы все хотим похудеть навсегда, и чтобы это было для нас комфортно, чтобы мы могли жить в таком состоянии всю свою жизнь. Поэтому задача грамотного похудения заключается в том, чтобы создать для себя этот комфорт. И как только вы начинаете чувствовать свое тело, как только вы начинаете распознавать его сигналы и потребности, удовлетворять их своевременно, у вас появляется свобода, и ваше тело начинает худеть. Конечно же, это, ну, не без проработки, да, головы, потому что все начинается из головы. И первый шаг, да, после того, как вот у меня 7 лет было расстройство пищевого поведения, я 7 лет пыталась похудеть. И для меня это было просто ужасное время, я не могла жить, я не могла вообще наслаждаться чем-то, потому что мои мысли были сосредоточены только на своем теле, только на том, как я выгляжу, сколько я вешу, и какие у меня объемы. То есть я каждый день вставала, я каждый день взвешивалась, и от того, была у меня прибавка, или я сбрасывала вес, зависело мое настроение на день. И на самом деле это ужасно, потому что так быть не должно, и это просто реально портит и отравляет тебе жизнь. И шаг номер один, который я начала делать, да, когда я стала избавляться от расстройства пищевого поведения, это было достаточно трудно принять и понять, что мне нужно перестать сидеть на диетах. Потому что это страшно, страшно, что ты не будешь контролировать больше свое питание, страшно, что тебе нужно дать свободу и волю своему телу, потому что за все эти годы, и вообще, когда ты сидишь на диетах, у тебя формируется недоверие к себе и к своему телу. Ты диктуешь, да, своему организму, что нужно делать, как нужно ему питаться и как нужно ему работать, забивая вообще и забывая, и не слыша потребностей реальной своего тела. Первым пунктом, что я стала делать, это реально просто начинать доверять своему телу, расслабляться, отпускать, отпускать диеты, отпускать убеждения, вот эти, да, там, установки, которые у меня были касательно моего тела, которые у меня были касательно того, что... То есть я считала, что если я не буду себя контролировать, то я буду запущенной жирной свиньей. Хотя на самом деле это работает в обратном направлении. Когда вы понимаете, вы чувствуете, да, свое тело, вы его понимаете, вы доверяете ему, вы находитесь в спокойном состоянии, вы не едите, потому что вы чувствуете скуку, вы не едите, потому что вам грустно, вам одиноко, потому что у вас стресс, или наоборот вы радуетесь, да, вы чувствуете свое тело, в этот момент у вас появляется свобода. Вы начинаете доверять своему телу, и вы понимаете, что никто другой не знает, как лучше для вас, потому что ваше тело, оно говорит вам о том, когда ему нужно поесть, сколько ему нужно поесть, и что ему нужно поесть. И когда мы сидим на диетах, и мы боимся довериться своему телу, потому что мы считаем, что как только мы перестанем контролировать, у нас появится вот это просто хаотичное, бесконтрольное такое питание, которое, ну, соответственно, приведет к набору веса. И тут важно, что первое, это вам страшно, то есть это вы сами себе внушили, что вам страшно, да, отпустить, вам страшно, там, не сидеть на диете. И, конечно же, нужно понимать, что хаотичное какое-то и бездумное такое, да, то есть когда вы отпускаете контроль, это не значит, что... Вот мне часто пишут, да, что, типа, я там перестану себя контролировать, я буду обжираться целыми днями, там, фастфудом и так далее. Вы попробуйте, попробуйте начать обжираться фастфудом. Вам надоест это буквально через пару дней, да, но это опять же, если вы понимаете и чувствуете свое тело, то есть ваше тело будет просить у вас нормальной, обычной, свежей, здоровой еды, скажем так, да, потому что невозможно сидеть и есть целыми днями шоколад. Ваши мысли, как бы это сейчас ни звучало, это реально то, что меняет ситуацию в корне. До тех пор, пока вы будете пытаться заедать свои желания, свои потребности, вы не придете к тому, что вы хотите. И у меня было такое, что я хотела там в Инстаграме быть, да, я хотела снимать Ютьюб. Я не могла позволить себе этого сделать, потому что каждый раз, когда я записывала что-то или фотографировалась, я здесь снимала, я смотрела на себя, и я такая, боже мой, какая ты жирная, тебе нужно сначала похудеть для того, чтобы там, да, проявляться, показывать себя на людей. И опять же, потому что у меня, это я так к себе относилась, у меня был страх, что мне скажут, о боже мой, ты жирная, потому что я не принимала себя, у меня не было вот этой внутренней опоры и внутреннего ощущения себя, а какая я есть на самом деле. Нужно научиться себя принимать. И когда вы начинаете это делать, у вас как раз-таки начинает нормализовываться отношения с едой, отношения с собой. И это самые важные отношения, которые у вас есть в жизни, то есть ваше ощущение себя, оно является двигателем вашего прогресса, и оно помогает вам, в принципе, по жизни. И таким образом у вас появляется свобода, у вас появляется доверие к себе, у вас появляется, у вас устраиваются гармоничные отношения с телом. И поверьте, ваше тело, оно не хочет запасать жир, оно не хочет, чтобы, ему тоже плохо, когда вы переедаете, оно вам это сигнализирует и говорит, мне плохо. А переедание случается почему? Потому что когда есть ограничения в чем-то, там потом случается переедание. Поэтому для того, чтобы похудеть, похудеть навсегда, и оставаться в здоровом, красивом теле, для этого не нужно ограничивать себя, для этого не нужно истязать себя спортом, для этого не нужно голодать или сидеть на каких-то диетах. Единственное, что нужно сделать, это проработать свои установки, проработать со своим мышлением, начать принимать себя, начать себя любить, и начать себя любить в том весе, в котором вы есть сейчас. Потому что это самое важное, это шаг номер один. И мне действительно, да, было сложно вот в 70 килограмм подходить к зеркалу и говорить себе о том, что я себе нравлюсь, да, там, замечать какие-то красивые изгибы тела, красивые части тела, да, свои. Но важно именно в этот момент замечать красивое. И не смотреть на, где у вас там складка какая-то жира, или где у вас там жирные ляжки, замечать красивое. А что во мне сейчас уже есть красивое? Потому что, поверьте, как только вы начнете фокусироваться на том, что у вас есть красивое в вас сейчас, у вас уйдет вот это напряжение, опять же, да, в отношении того, что у вас некрасивое. Как говорится, на чем мы фокусируемся, то и как бы развивается, то и растет. Поэтому когда вы фокусируетесь на хорошем и приятном, что есть в вас, да, на красивом, что есть в вас, это будет развиваться, и это будет только расцветать больше, и вы будете становиться более красивым, более привлекательным. И, конечно, да, важно принять себя, принять себя именно здесь и сейчас. Не ждать того момента, когда вы похудеете, и тогда вы будете себя принимать. Начать одеваться так, как вы хотите уже сейчас. Потому что на самом деле есть очень классное упражнение, это называется портрет стройного человека. А мы будем подробнее, конечно, об этом говорить еще на моем вебинаре, который будет проходить в телеграм-канале. Ссылочку я оставлю в описании. Поэтому, если вы хотите, присоединяйтесь. Будет очень круто. Будем делать всякие упражнения с вами. Вот. И портрет стройного человека, упражнение, да, вы представляете себе. Себя. Вот будучи этим стройным человеком, как вы выглядите, как вы разговариваете, как вы себя ведете, как вы чувствуете себя при этом, во что вы одеты, как от вас пахнет. И вот это все, что вы должны... А как вы едите, да, как проходит ваш день, каким спортом вы занимаетесь. Все, что вы делаете, да, оно должно быть ваше удовольствие. То есть, вот представьте себя прям вот этим стройным человеком и задумайтесь о поведении и мышлении этого человека. И перекладывайте вот это... Внедряйте это мышление уже сейчас, да, будучи там в любом весе. Сколько бы вы сейчас не весили, как бы вы сейчас не выглядели. Опирайтесь на вот этот визуальный портрет, который, да, у вас есть в голове. Почему? Потому что как только вы начнете это делать, вы заметите, что у вас начнет уходить очень большое количество вот этих вот негативных, да, убеждений по поводу себя. И вообще ваше поведение, пищевое поведение, оно очень сильно от этого поменяется. Потому что вы начнете мыслить и вы начнете ощущать себя уже вот этим стройным человеком. Поэтому одевайтесь сейчас уже так, как вы бы хотели одеваться, когда вы будете стройным. Ведите себя так, как вы бы вели себя, когда вы стройные. Чувствуйте себя, говорите. Вот прям проживайте этот портрет здесь и сейчас. Станьте этим человеком прямо сейчас. Стройные люди себя ни в чем не ограничивают. Они одеваются так, как они хотят. И они чувствуют себя круто. У них нету ограничений по времени, когда можно есть, когда нельзя, что можно есть, что нельзя. Потому что все регулируется телом. И это дает такую легкость. Это дает кайф. Ты чувствуешь себя при этом очень круто. И уходит вес сам. Поэтому я всегда говорю о том, что похудение это очень легко. Я хотела бы знать всю эту информацию еще много лет назад, когда я судорожно пыталась похудеть. Похудеть к лету, похудеть к дню рождения, похудеть к Новому году, похудеть, чтобы влезть в джинсы. Когда я стала избавляться от... Избавляться и начинать свой процесс исцеления, похудения, я стала покупать себе одежду оверсайз размера. Больше, чем она мне нужна. Джинсы я покупала на два размера больше. Потому что мне нравилось ощущение, когда одежда на тебе висит, когда ты в ней тонешь. Потому что это давало мне комфорт, это не стесняло мои движения. Я чувствовала себя более уверенной в такой одежде. Потому что это действительно освобождает и дает тебе такую раскрепощенность. Вот, поэтому попробуйте приобретать себе одежду побольше. И вы почувствуете, как будет комфортно, вот прям уютно в этой одежде. Вы будете чувствовать себя, кстати, намного-намного худее. Опять же, задача грамотного похудения, здорового, да, давайте так скажем, она заключается в том, чтобы создать для себя комфорт. Чтобы создать для себя комфортное питание. Чтобы у вас физическая активность была, которая вам комфортна, которая вам нравится, которая вам доставляет удовольствие. Одежда была комфортна. Короче, все должно быть комфортно. И я помню, наверное, самый классный момент был, когда я уже не ждала никакого похудения. Я просто начала вот жить. Я просто начала наслаждаться едой, чувствовать ее вкус, чувствовать свое тело, чувствовать потребности своего тела, нравится себе, одевать себя вот так, как я хочу. И когда я заметила, что я похудела, для меня это было просто приятным бонусом. Потому что то состояние, в котором я находилась, оно для меня уже было классным, комфортным и приятным. И я понимала, что я так живу, и я так могу жить всю оставшуюся жизнь. И мне для этого не нужно ничего делать. Мне не нужно делать ничего, чтобы сохранять встроенное, здоровое и красивое тело. Если у вас остались еще какие-то вопросы, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там у нас скоро будет проходить вебинар. Мы будем с вами в лайф-режиме обсуждать эту тему, и вы сможете задать свои вопросы мне. Поэтому подписывайтесь, приходите. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Спасибо, что вы дошли до конца, что были со мной. Я надеюсь, что это видео смогло поменять чье-то представление о похудении. И уже хоть на чуть-чуть приблизить вас к нормальному, здоровому пищевому поведению. Спасибо большое. И всем пока.